2017. 500 лет после Лютера. 2017 год особенный. В октябре месяце мир будет отмечать 500-летие протестантизма. Мероприятия, посвященные этой дате, идут полным ходом. Вы заметили это? На телевидении – программы, посвященные реформации. В парках – тематические выставки. В церквях – красочные флайеры. Общее настроение приподнято радостное. К теме привлечено внимание, и это хорошо. Но на всех этих мероприятиях подача информации строго регламентирована. Вот почему, к сожалению, многое остается за кадром. Мы постарались сказать то, о чем другие молчат. Мы подняли темы, которые обходят стороной. Почему? Очевидно, что практически все церкви захвачены модным ныне экуменическим духом, и обидную историю ворошить никто не хочет. Этой работой мы никого не хотим ни обвинить, ни обидеть. Но вместе с тем считаем, что любой человек в нашем обществе достоин того, чтобы получить максимум информации и сделать свой вывод. Наша работа не претендует на полноту изложения темы. Не все факты, не все события и, наверное, далеко не все необходимые выводы. Однако, люди должны знать не только имя самого известного протестанта и не просто восторгаться уровнем жизни протестантских стран, о чем сегодня в основном и говорят, но и понимать истинную причину реформации, знать, за что на самом деле боролись реформаторы и, главное, увидеть, добилась ли реформация поставленных целей. Уверяем вас, откровенная правда никого не оставит равнодушным. Вы можете познакомиться с этой небольшой работой по ссылке в описании. Доступны текстовые, аудио и видео варианты. 2017. 500 лет после Лютера или «Что пошло не так со времен Мартина Лютера» Первая часть. В заглавии нашего небольшого исследования вынесен вопрос «Что пошло не так со времен Мартина Лютера?» Для кого-то он может показаться неуместным. Еще бы! Разве жизнь не стала лучше? Разве прогресс не изменил лицо планеты? Разве мы не видим удивительных перспектив, открывающихся в будущем? А если говорить о церкви, то разве не являются судьбоносными и правильными, многочисленные и регулярные экуменические встречи, декларирующие единство? Наконец, подписанные реальные документы между католической и лютеранской церквями, практически устраняющие основные разногласия, приведшие, как считается, к феномену реформации. Ожидается, что апогеем этого непростого пути, как раз через 500 лет после начала реформации, станет заявление Папы Римского о ее окончании. Ни в коем случае, не закрывая глаза на современные тенденции, мы все же настаиваем на правомощности и насущности нашего вопроса. Мы ясно видим, что реформация, будучи начата, как мы верим по провидению Божьему, так и не достигла своей цели, а значит, она не закончена. Мы желаем вместе с вами коротко проследить ее историю, возможные ошибки и перспективу. Итак, 31 октября 2017 года реформация, положившая начало многочисленному семейству протестантских деноминаций, отметит свой 500-летний юбилей. Она ведет свое начало с того момента, как Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к двери Виттенбергской церкви. Тезисы Лютера призывали к дискуссии, раскрывая некоторые небиблейские традиции и доктрины, господствующие тогда католической церкви. Люди с удивлением наблюдали за тем, как этот монах в одиночку осмелился пойти против Рима, что означало выступить против всей системы. 95 тезисов распространились по всей Германии, а также за ее пределы за очень короткий период времени. Католическую церковь критиковали и ранее, но именно Лютер смог найти ее уязвимое место. Он не просто выступал против некоторых традиций, не просто призывал к большей моральности или большему посвящению, что делали и до него, но пошатнул саму основу существования господствующей политико-религиозной системы. Кроме всего прочего, он заявил, что церковь не вправе диктовать людям, как и во что им верить, но это исключительное право принадлежит одному только Священному Писанию, что обряды и таинства не заменяют чистой совести самого верующего, и что Папа Римский не может быть посредником между Богом и грешником, поскольку это место всегда принадлежало лишь Христу. Люди быстро осознали, что католическая церковь продвигала множество не библейских, но человеческих учений и традиций, и поэтому становились на сторону Лютера. Конечно, за этим последовало немало оживленных дебатов и написания реформаторам новых статей и памфлетов. Но изначально именно эти 95 тезисов, направленные главным образом против индульгенций, заставили людей думать и верить совершенно по-новому. Хотя сегодня это выглядит странным, но Библия в то время была только у представителей духовенства. Именно они трактовали ее, и именно к ним нужно было идти, чтобы услышать Слово. Поэтому люди относились к священникам с почтением и ожидали от них верной передачи этого слова. Но Мартин Лютер в своих проповедях открывал людям то, что традиции и учения духовенства не находились в согласии с Библией. В связи с этим произошло быстрое формирование двух противоборствующих лагерей — лагерь католической церкви против лагеря последователей Лютера. Поскольку Лютер был непримирим и твердо придерживался своих убеждений относительно истины. И ввиду того, что выпущенная ранее папская булла, объявляющая анафему Лютеру, так и не возымела действия в Германии, его призвали явиться на Сейм в Вормсе, чтобы, используя светскую власть, заставить отречься. Сейм хотел, чтобы Лютер подчинился существующим порядком и отрекся от того, что говорил и делал. Но вот что они услышали в ответ. Докажите на основании Писания мои ошибки. И как только я буду убежден в этом, я признаюсь в своих заблуждениях и первый брошу свои книги в огонь. Если я не буду убежден свидетельствами писания и ясными доводами разума, ибо я не могу доверять папе или соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, то не отрекусь, ибо христианину небезопасно поступать против совести. На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь. Протест князей. Император Карл V хотел остановить Лютера и реформацию. К большой радости папских представителей в 1529 году он созвал Сейм в Шпейере. На нем было принято решение предотвратить любое распространение реформаторами их учения. Ни один католик не должен был принимать учения Лютера. Те из христианских князей, которые были расположены к учению реформации, решили выступить с протестом перед Государственным Сеймом. Помимо всего остального, они написали следующее. «Мы не согласны ни с одним пунктом указа, который противоречит Богу, Его Святому Слову, нашей доброй совести и спасению нашей души. Благодатью Божьей мы принимаем решение проповедовать только чистое и неповрежденное Его Слово, которое содержится в книгах Ветхого и Нового Завета, не прибавляя к нему никаких человеческих измышлений». Благодаря этому протесту преобразованная церковь стала называться протестантской, а ее принципы сегодня представляют сущность протестантизма. Какой властью? Мартин Лютер и реформаторы считали, что в вопросах веры и христианского учения христиане должны следовать за Библией и только за ней. С другой стороны, католическая церковь учила тому, что следовать нужно не только за Библией, но и за традициями церкви. Разногласия в этом вопросе были достаточно очевидны. Господствующая церковь потребовала, чтобы Лютер и его последователи всецело подчинились решениям, принятым церковью и государством. Реформаторы ответили, что сделают это в том случае, если эти решения не будут противоречить Слову Божьему. Они верили в то, что у них есть неотъемлемое право следовать своей совести в вопросах веры и библейского учения. Рим же, напротив, считал, что когда большинство членов церковного совета решают, что есть истина, то все должны следовать их решению. Все закончилось тем, что каждый человек должен был определиться и занять одну из двух позиций – либо следовать только Слову Божьему, либо Слову Божьему и церковному учению, то есть традициям. Преследования Поскольку реформаторы не склонились перед Римом, католическая церковь начала их преследовать. Они выступили против власти Рима и потому подлежали уничтожению. Древние исторические книги, которые на сегодняшний день являются редкостью, повествуют об этих ужасных преследованиях. Немало реформаторов были брошены в тюрьмы, где содержались в нечеловеческих условиях. Других преследовали даже в безлюдных местах альпийских гор. Третьи были брошены на растерзание диким животным. Четвертые подверглись пыткам инквизиции или погибли от меча. Рассказы о жестоких преследованиях и наказаниях, применяемых господствующей церковью, как до, так и после времен Лютера, потрясли мир. На реформаторов сыпались угрозы, а Папа объявил их вне закона. В таком состоянии любой человек мог безнаказанно их убить. Большое число реформаторов, таких как Иероним, Ян Гус, Луи де Беркен, Уильям Тинделл и многие другие были сожжены на кострах. Тело Джона Уиклифа было эксгумировано, кости сожжены, а их прах развеян над ближайшей рекой. В одной только Англии, в правлении королевы Марии I с 1555 года по 1558 на кострах сгорело 289 протестантов. В связи с этим можно вспомнить слова Иисуса. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие Матвея 25.40. Вот почему именно на католической церкви и ее руководителях лежит тяжелая ответственность за эти злодеяния. И Бог воздаст за это. Он видит все и судит праведно, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Книга Экклезиаста, 12 глава, 14 текст. Просто поразмышляйте об этом. Католическая церковь приказывала сжигать людей только за то, что они верили иначе. Вы понимаете это? Ужасные муки люди переносили во времена Инквизиции лишь потому, что у них была другая вера. Подумайте о тех, кто был изгнан из общества, кто был лишен имущества и объявлен вне закона только за то, что у него была другая вера. И при таком тяжелом, несмываемом наследии эта церковь считает себя истиной и христианской. Имеет ли такое поведение что-либо общее со Христом? Нет. Нет, еще раз нет. Спаситель не мог быть ни ее вдохновителем, ни ее руководителем. Кто же тогда? Может быть дьявол? Вы недалеко от истины. Страшные злодеяния католической церкви продолжались не один день, месяц или год, но на протяжении более семи столетий. И хотя методы Инквизиции изменились, она не исчезла как институт. Стоит отметить, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI руководил этим отделом католической церкви до 2005 года. Сегодня Инквизиция называется по-другому «Конгрегация вероучения» и ее современным руководителем, является архиепископ Герхард Людвиг Мюллер. Мы знаем, что грехи могут быть прощены, если в них каются, исповедуют и просят прощения. Это правда, что последние Папы делали это. Они каялись за ошибки Инквизиции и нетерпимое отношение к инакомыслящим. Следуя современному тренду, католическая церковь реабилитировала Джордана Бруно, Яна Гуса и Мартина Лютера. Но настоящее покаяние не ограничивается декларациями. Оно непременно влечет всеобъемлющие изменения. Какие? Например, изменения вероучения. И если католическая церковь признает за собой некоторые ошибки в прошлом, то ее вероучение, ее основные устои незыблемы. Далее мы рассмотрим некоторые из них. Реформаторы отдавали все, в том числе и жизнь за дело Божье. Даже на костре они свидетельствовали об Иисусе. А что насчет нас? Осознаем ли мы в суете жизни, что Иисус сделал для нас лично? Понимаем ли, какую великую любовь и безмерную благодать Он проявляет к нам сегодня? Что отдаем Ему мы? Любите врагов ваших. Иисус наш Спаситель. Не идет ни в какое сравнение с папством, которое преследовало людей за их веру. Вот что Он говорит. А Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы видите, что эти слова пропитаны другим, полностью отличным от папства духом. Бог сотворил нас свободными, и каждый может сделать свой выбор в вопросах духовности. Мы не должны и не можем заставлять людей верить так, как верим мы. Все должны иметь право поклоняться Богу в согласии с собственной совестью. Недопустимо применять пытки, заключение и меч для достижения послушания. Согласитесь, между любовью к врагам и убийством врагов существует огромная разница. Божьи дети любят своих врагов, как и Иисус наш Творец и Жизнедатель любит всех. Читайте об этом в Евангелии Иоанна, 1 глава, 3 текст, а также в Послании к Колоссянам, 1 глава, 17 текст. Он обращается к нам с такими словами «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» Евангелие Матвея, 11 глава, 28 текст. Он также говорит, что «все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон» Евангелие Иоанна, 6 глава, 37 текст. Иисус хочет, чтобы мы все пришли к пониманию истины и были спасены. Является ли Папа наместником Христа? Хотя Папа считает себя наместником Христа на земле, но все должны понимать, что Папы сами присвоили себе такой титул, Христос не оставлял после Себя никакого человеческого наместника, единственный представитель, о Котором упомянул Спаситель, Дух Святой. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам» Евангелие Иоанна, 14 глава, с 16 по 18 тексты. «И еще Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 текст. Как же выглядят самопровозглашенные наместники? Папы окружают себя пышностью, тогда как Иисус говорил, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову» Евангелие Матвея, 8 глава, 20 текст. Мартин Лютер знал католическую церковь изнутри и потому говорил, «Страшно и горько видеть, как считающий себя наместником Христа живет в роскоши, с которой не может сравниться даже император. Разве это похоже на Иисуса или на скромного Петра? Говорят, что Папа – властелин мира, но Христос, наместником которого Он Себя именует, сказал «Мое царство» не от мира сего. Могут ли владения наместника превосходить собой владения главы его?» Всемирная власть. Многие считают, что со времен ужасных злодеяний, совершенных католической церковью в период Средневековья и Реформации, она принципиально изменилась. Однако это не так. Она имеет те же самые догмы и учения, что и всегда, но лишь облекла себя в христианские одежды, чтобы быть снова принятой. И теперь, когда ее приняли, она снова получила власть, которая распространяется не только на крохотный Ватикан и не только на Рим или Италию, но на весь Евросоюз и далее за его пределы на весь мир. Поскольку ее интересы не изменились, как и ее учения, мы видим, как она их отстаивает. Точно так же, как она и использовала государственную власть во времена Реформации, она будет использовать государства и международные институты для того, чтобы вернуть себе полную безраздельную власть и в наше время. В статье о заглавленной «К эффективной всемирной власти» Папа Павел VI писал, «Международное сотрудничество всемирного масштаба требует создания институтов, которые будут готовить, координировать и направлять его до того момента, пока оно не установит порядок справедливости, признанный во всем мире». Почему бы нам не согласиться с необходимостью прогрессивного установления мировой власти, способной эффективно функционировать в правовой и политической сферах? Отсюда возникает вопрос, с какими институтами сотрудничает католическая церковь для того, чтобы установить новый мировой порядок? Мы думаем, что к их числу относятся ООН, Евросоюз, МВФ, НАТО, Африканский Союз и другие. Предшествующий Папа Бенедикт XVI сделал решительный призыв мировым лидерам в своей недавней энциклике в следующих словах. «Мы имеем острую необходимость в создании истинной мировой политической власти, для управления мировой экономикой, основанной на божественных принципах морали, для того, чтобы положить конец мировому финансовому кризису». Мы не должны забывать о том, что католическая церковь стремится к мировому господству просто потому, что она так верит, считая себя вправе находиться на Олимпе власти. Она хочет контролировать весь мир, ведь именно католики были инициаторами создания Евросоюза, а Ватикан стоял за идеей о новом мировом порядке, которым должны управлять международные законы и посредством которого церковь обретет господство. Мировое господство. В своей книге-бестселлере «Ключи этой крови» иезуитский преподаватель и посвященное лицо Ватикана Малахия Мартин раскрыл перед нами этот факт. Хотим мы этого или нет, готовы мы к этому или нет, но мы все вовлечены в тотальное, не имеющее барьеров и трехстороннее мировое состязание. Большинство из нас не являются конкурентами, мы – ставки в этой борьбе, которая ведется за первенство и установление всемирной системы правления из всех существующих, в борьбе за то, кто завладеет или уступит власть и контроль над каждым из нас в отдельности и над всеми нами, как обществом, в третьем тысячелетии. И теперь, когда эта борьба началась, ее уже невозможно будет остановить. Наш образ жизни, как отдельных личностей и как граждан, и даже отличительные признаки нашей национальной идентификации будут в значительной степени и радикально навсегда изменены. Никто не избежит этого. Ни одна сфера нашей жизни не останется незатронутой. Мартин говорит, что именно Папа будет победителем в этом состязании. На странице 341 этой книги Малахия Мартин прямо пишет о том, что мировое правительство будет управляемо международной бюрократией, которая контролирует и руководит каждым гражданином и каждым народом. Давайте рассмотрим несколько цитат, описывающих то, каким образом католическая церковь идентифицирует себя. Римская церковь осуществляет монархию над всеми царствами мира, как его мозг и тело, и как Бог этого мира. Поэтому Римская церковь должна обладать не только духовной властью, но также и верховной светской властью. Папа Лео XIII. Папа Григорий повторил эту точку зрения следующими словами «церковная власть выше государственной власти». Доктор церковного права Ван Шульте сказал, любая человеческая власть исходит от лукавого и поэтому должна находиться под контролем Папы. Выше приведенные высказывания ясно свидетельствуют о том, что эта церковно-политическая система работает над тем, чтобы получить контроль над правительствами и государственной властью. В своих действиях Римская католическая церковь основывается на идее «de jura divina» – латинское выражение, означающее, что церковь имеет святое право править всем миром, властями и людьми. Она заявляет о том, что получила это право от самого Бога и будет использовать все средства для достижения этой цели – мирового господства. Доктор Брорсон, известный католический авторитет, однажды написал, «Папа имеет право выносить приговор о неспровержении с престола любого суверена, когда это потребуется для блага духовного порядка. Церковная власть, осуществляемая над главами государств в средние века, не была злоупотреблением и не возникла в результате уступок со стороны князей или согласия людей, но была и осуществляется на основании права, дарованного ей Богом, и тот, кто сопротивляется ей, восстает против царя царей и господа господствующих». Хотя это было написано давно, Римская церковь говорит о том, что это право остается неизменным. Доктор Брорсон подтвердил эту позицию. То, что сделала церковь, какой точки зрения она придерживалась, или что было сделано с ее молчаливого согласия, это точно то, что она еще сделает, отобразит в своих взглядах, или то, что будет сделано с ее молчаливого согласия. При подобных обстоятельствах. Перед Вторым Ватиканским собором католическая церковь называла разные вероисповедания еретиками. Со времени проведения этого собора на еретиков стали смотреть как на разделенных братьев. Декрет Второго Ватиканского собора об экуменизме разъясняет, ибо только через католическую церковь Христову, которая есть общее для всех орудие ко спасению, можно получить всю полноту средств для спасения. Мы верим, что Господь вверил все богатство Нового Завета только одному собору апостолов во главе с Петром, с тем, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надо вполне включиться всем, кто уже некоторым образом принадлежит к народу Божию. Католический катехизис. Экуменическое движение Сегодня католическая церковь старается объединить все христианские деноминации посредством экуменического движения. Она задействовала для этого в том числе орден иезуитов для налаживания диалога между протестантскими деноминациями в попытке собрать их вместе под крышу католической церкви. И хотя мы можем наблюдать эту удивительную метаморфозу в поведении и методах, католическая церковь не изменила свое учение. Чего не скажешь о протестантах. Это протестантизм приблизился к Риму. Экуменическая хартия – это название опорного документа, используемого различными церквями и деноминациями в экуменическом движении, из содержания которого видно, что они хотят вместе работать и совершать миссионерскую деятельность. Они ищут единство в тех вещах, в которых они могут согласиться друг с другом и откладывают в сторону те вещи, которые не подпадают под этот критерий. Иисус Христос также желает, чтобы мы были едины. Но эта общность должна основываться не на демократии и большинстве голосов, а исключительно на единстве в Иисусе. Единство веры в нем – это как раз то единство, которое приводит к взаимопониманию на всех уровнях. Мы можем не быть заодно с церковными соборами, принимающими компромиссные решения в угоду так называемому единству, но мы не можем не следовать за Христом, следовать туда, куда Он влечет и провозглашать то, что Он открывает. На тех, кто все-таки идет за Христом, а не за решением соборов и занимается миссионерской деятельностью, независимо от церковной принадлежности, смотрят как на отщепенцев и своего рода предателей. А с предателями, как известно, ведут борьбу. Лютер, Меланхтон, Тиндейл, Кальвин, Уиклифф, Иероним, Уэсли, Гус, Свингли, Беркин, Вальденцы и другие считались такими предателями. Они были виновны в том, что хотели только одного – чтобы Библия и только Библия была основанием их веры. Реформаторы нашего времени выступают против такого подхода к экуменизму, когда в его основе лежит не единство в Иисусе, а человеческий принцип демократии или, точнее, соглашательства. Современное экуменическое движение имеет своим основанием не только Библию, но обряды и традиции, наработанные членами этого движения. В то же время реформаторы упорно продолжают идти по пути Лютера, имея основанием своей веры Библию и только ее. Как мы уже увидели, католическая церковь всячески боролась с этим во все времена. Библия совершенно определенно заявляет о том, что эта преследующая власть получит смертельную рану и что эта рана будет исцелена. «И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен сему зверю, и кто может сразиться с ним». Книга Откровения, 13 глава, 3-4 тексты. Папство получило смертельную рану в 1798 году, когда Папа Пий VI был взят в плен наполеоновским генералом Бертье и впоследствии умер в Узах во Франции. Но Папство вернуло себе Ватикан в 1929 году благодаря диктатору Муссолини и с того времени приобрело еще большую власть и влияние на мир. Папа Иоанн Павел II путешествовал по всему миру и устанавливал дипломатические отношения с одной страной за другой. Папа Бенедикт XVI продолжил его дело, и сейчас новый иезуитский Папа Франциск продолжает собирать все страны мира под свое знамя через экуменическое движение, пытаясь завоевать сердца тех, кто пока уклоняется. Для того, чтобы достичь этого папства, всячески способствует принятию международных законов – политических, религиозных, экономических. Международные законы имеют большую юридическую силу, чем законы национальные, и потому могут оказывать влияние на целые страны. Законы управляют нациями, а когда нация подчиняется международным законам, принимаемым сторонниками глобализма, работающими в конечном итоге на новый мировой порядок, тогда эта нация лишается своей независимости и суверенитета. Все это происходит на политическом, религиозном и экономическом уровнях. Процесс идет постепенно на протяжении многих лет. Это эволюция, которая осуществляется незаметно, но уверенно. В скором времени те, кто не проявляет лояльности к международным законам, государственным или церковным, будут рассматриваться как неблагонадежные граждане. Они будут подвергаться давлению и другим формам дисциплинарного взыскания. Злоупотребление папством своей властью будет наблюдаться все отчетливей, снова и снова. Однако большим сюрпризом станет то, что те, кто ранее выступал с протестом против этого злоупотребления, станут их союзниками. Смотрите книгу Откровения, 13 глава, с 11 по 17 текст. Все это открывает нам Библия, которой мы верим. Субтитры создавал DimaTorzok